Всем привет! Если вам надоели моря, средиземное, красное, мертвое, то есть крестные озера. Красивые, большие, чистые. Поздравляю всех с началом отпусков, ну или просто с начавшимися выходными. Исполняю просьбу подписчиков канала, знакомых, друзей, рассказать, собственно и показать, где еще летом в Израиле можно провести дневной отдых. Простой, человеческий, с бирюзовой водой. Ну и чтобы немного было тени с травой. Ну и оборудована под пикниковый отдых. Ну все, паркуемся. Достаем все из машин, находим место, а их здесь немало. Устраиваемся там, где понравится. Можно прямо возле воды, но желательно в тени, чтобы не закипела головушка на плюс 40. А может снова соленое море? Теплый песок, чайки с дельфинами, на этот раз сменили отхонок. Нет, нет, не северный полюс. Вода? Да. Наконец-то пресная. Песок? Нет. Пусть будет трава. Чайки? Нет. Калибри и павлины. Дельфины? Нет. Рыбы? Калибри, которые все время щекотят ноги и совсем немного крабов, если повезет. Вода сумасшедшей красоты. Прозрачная, проточная. Да перестань ты их фотографировать. Нас сейчас из парка выгонят. Этого добра ВКонтакте и Одноклассниках и так хватает. Да, меня тоже это место приводит в восторг. Цвета натуральные, не видеообработка. Есть такие места в Израиле и не одно. Все это вы можете увидеть отдельными видеообзорами на этом туристическом канале YoGoGo. А это место называется на иврите Ганшлуша. И второе название – Сахны. На русский, если перевести, сад трех озер. Красивый рынок под водой. Да ты перестанешь фотографировать людей или нет? А вот кушать мне сейчас вообще не хочется. Купаться хочу. И все-таки нужно узнать, почему сад трех озер. Пойдем посмотрим. Где еще два? Окей, проверим. Эй, мелкий, ты куда? А, вот куда. Ну да. Здесь детский рай. И родителям спокойно. Очень цивильно. Для разных возрастов. Даже если просто провести один день в таком красивом, качественном месте, это заряжает большим запалом энергии. Просто, беззаботно, отдыхая ни о чем не думая. Есть рай на земле. Всей семьей. Ну или не семьей, а только будущей семьей. Ведь место просто шикарно. Больше всего народа приезжает в праздники и выходные. Но всем хватает места. Несколько дней в году здесь проводят разноплановые фестивали. И разрешается ночевать в палатах. В общем, на маленьком кусочке земли, воды, травы, деревья и животных существует вот такой вот рай. Нет, но на парковку нам еще рано возвращаться. Торожка выложена очень красиво. Вроде бы и на воде, а все сухо. Главное, чтобы нога не попала между камней. А то... Не, не будем опечальны. Мы же приехали на весь день отдыхать, загорать, купаться. И ни о чем не думать. И пусть весь мир подождет. Ну все, я проголодался. Все-таки половина дня уже за нами. Пришло время доставать мангалы. Мясо вкусно замариновано. Другие вкусности, которые набрались с собой немало. Но не так, как в прошлый раз. Долго готовились. Мясо купили. Так, чтобы разорвало. За всеми заехали. Час езды по времени потратили. Приехали. Сразу мангалы разложили. Вдруг выясняется. Мясо купили, но в магазине забыли. Не надо гихикать. Пришлось всем кислушпехами кушать. Ну, чтобы хоть как-то перебить голодь. Ведь приехали на весь день. А в этой луже я был обязан полежать. Ну, просто кайф. Да ты угомонишься сегодня или нет. Ну-ка, ну-ка, а что это там внизу? Сидит человек, сам по себе. Никого не трогает. Но я же не могу промолчать. Он разговаривает в наноразмерный то ли телевизор. То ли это такая мобила. Наверное, очень удобно носить ее в кармане. Особенно в плавках, когда купаться идешь. Ну и ладно. Пойдем проведаем второе озеро. Которое уже обнаружили. Что оно? Как оно? Может там лучше? Ну или красивее? А может просто классно, без каких-то сравнений? Ничего себе профессионального шоу в воду. Аж сюда слышно. Столько рыбы повсплывало. Что это такое там шумит? Озера водопадами переливаются одно в другое. Как красиво. На воду, как известно, можно смотреть бесконечно. Супер зрелище. Если под водопадом постоять минут пять, ощущение как после массажного кабинета. Ну что, снова пойдем купаться. Мы ведь для этого сюда и приехали. Посмотрим, что за рыба нас щекотит погодой. Давай. Покажи. Пойдем. Пойдем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На севере или на юг ехать отдыхать? Да ну на юг, конечно! Нужно немного витамина D, а то в офисах его полное отсутствие. А ну что вы там делаете? Ой, а может они спасателя спасают? Можно заметить, что на втором озере намного больше цветочек деревьев. Наверное, оно больше понравится женскому полу. Даже поручни сделаны в воде. Но мало ли, вдруг припарковался к скале, а она гладкая как колено. Каждый наслаждается своим свободным временем по-своему. Облюбовал для себя свой угол, свою тень, свой берег. Шум водопада, теплое солнце. Просто что-то. Да, кстати, ничем не хуже это озеро от предыдущего. У каждого из них свои интересные, необычные места. Так что нет смысла их сравнивать. Все в порядке. Спасатель на месте. Можно идти купаться без круга. Чтобы не получилось, как тогда. Какой красивый у спасателя рабочий офис. По-моему, у него самое тенистое место на берегу. Оно и логично. В такую жару весь рабочий день на солнце. Нереально. Здесь разрешается разводить костры, но не на дрове и не на земле. А цивилизованно в мангале и готов жарить шашлыки сколько душа пожелает. Ну вот. Похоже, что мы уже добрались до третьего озера. Возможно, у каждого из озер есть свои названия. Но я об этом даже в шутку не слышал. Так вот, где живут телегрузики. А третье озеро находится ниже. Как и ожидалось. Где вода, там и люди. Озеро хоть и самое маленькое из трех. И самое мелкое. Но для тех, кто только учится плавать. В самый раз. Самые спокойные дни для посещения – это будни. Когда меньше всего людей. И можно не просто все места бы и полюбоваться красотой природы. Но и посидеть под всеми водопадами. Получив водный массаж. Амазонки местного производства. Ох, ну как же ты мне надоелся своим фотоаппаратом. И снова детский бассейн. Но только что-то детки крупноватые. Но не курят уже хорошо. Вот мы и зародились чистой энергией. И отличным настроением. Да, вот такая вот курортная зона. Удобная и доступна даже для тех, кто ограничен во времени пребывания в Израиле. Как я уже говорил. Это не единственное такого рода место, где красота природы сочетается с качеством отдыха. Обзоры других, не менее красивых мест. Смотрите на этом же канале YoGoGo. И вы будете знать точно, что захотите посетить. Вы легко и просто можете посетить все увиденные места в обзорах этого канала. Даже не зная языка. Как? На сайте YoGoGo.com скачивайте приложение YoGoGo для навигации по фотографиям. А также фотографии Израиля с их геолокацией. Все абсолютно бесплатно. И вот вы уже, сами себе гид. Вода чистая, да безобразие. А после безобразия, ну уже не такая чистая. Подписываемся на канал. И вовремя получаем на электронную почту обзоры качественных и красивых мест из Израиля. Узнаете, где они находятся, как добраться, где можно потратить. Реально нереальные деньги. И, конечно же, где вкусно поесть. Всем большое спасибо за просмотр. До свидания. До встречи в следующих обзорах. Bye-bye.